Всем привет и здравствуйте! Я хочу для вас посмотреть такую тему. Какие энергии сейчас присутствуют в вашем окружении? То есть какие люди? Что это за люди? Мы их просканируем. Потому что одно дело, что они показывают, каждый человек показывает свою лицевую сторону, а другое дело, что у них на уме, на сердце, и как они могут вам помочь или помешать. Я сделаю расклад на карта символон, очень глубоко смотрит и по знаком зодиака определяет людей. А также Мудрость Авалон, любимая карта, которая тоже смотрит вглубь. Потому что я хочу смотреть вглубь в этом раскладе. Это просто книжица. Кто думал, что я может карту там оставила какую-то, это просто книжица. Итак, мы смотрим, какие энергии или какие люди присутствуют сейчас в вашем окружении, как они могут вам помочь или помешать, что будет вам способствовать, а что и нет. Все, что будет видно в картах, я вам расскажу подробно и четко и прямо. Я предлагаю вам смотреть весь расклад, потому что он не будет долгим, во-первых. Во-вторых, вы проводите свой досуг с пользой. Почему нет? Это для вас хорошо. На картах Авалон можно видеть то, как Спаситель, как Христос Авалон. Потому что это карты короля Артура. Это как Спаситель. Что вас спасет, что вам поможет. К чему вас подведут высшие силы, к каким людям подведут, от каких людей и отведут. В общем, такой расклад, да. Давайте с Авалон начнем. Итак, к чему или к кому вас подведут высшие силы, а от чего или от кого избавят. Я возьму три карты для начала. Итак, к чему вас подведут высшие силы, а от чего и избавят. Это карта смерть. О, сразу. Сразу, да. Расклад очень будет правдивый и серьезный, в то же время деловой, в то же время полезный и добрый. Потому что карта смерть, говорит, отведет от вас высшая сила, которая вас любит, обожает. Именно смерть. Это могут быть люди, которые вас так не любят, просто желают вам плохого. Есть такие люди на Земле, которые думают, что если будет другим плохо, им будет хорошо. Но они абсолютно неправы. Потому что если кому-то становится хуже, во всем мире становится хуже. Да, энергетика сразу становится ниже во всем мире. Понижается вибрация или повышается? Карта смерть – это карта, конечно, восстановления сил и регенерации, возрождения. Но нужно, чтобы что-то не погибло, чтобы что-то растворилось в пространстве, чтобы другое что-то на этой почве лучше было. Например, зерно. Зерно одно же не погибает. Оно просто преобразуется. В нем уже внутри есть эта сила. Мы уже знаем, под микроскопом можем посмотреть зерно. Оно имеет всю силу, чтобы было новое дерево, новый хлеб для нас, людей. То есть сейчас какое-то зерно, которое вы заложили, может быть, во время рождения, во время рождения ваш гороскоп, заложенное зерно – это ваш ресурс, ваши таланты, ваше счастье, ваша судьба счастливая. Этот ресурс, который заложен или вашими родителями, бабушками и дедушками, вашим родом, он теперь будет давать всходы. То есть он через вот это перерождение даст вам всходы. Но смерть тоже может указывать, конечно, на плохих людей. На плохих людей, от которых вам нужно очиститься. Видите, здесь вода морская, берег такой, да, очищение от плохих людей. Это помощник, это тотемный помощник, олень. И этот тотемный помощник поможет вам очиститься от злых людей. Да, путем магии, да, магии никто не отменял, потому что в жизни дух человеческий, вообще дух жизни, он магический. И в этом магическом мире есть энергия, которая нами, людьми, понимается, как энергия оленя. А на самом деле это энергия нежности, gentleness, это легкости, мягкости, принятие бытия и дипломатии. Вы знаете, что сейчас меняется, очень сильно все меняется, но что самое легкое можно поменять, это способ общения. Язык теперь другой, язык общения другой, он инклузов. Не в том понятии, что вы подумали, инклузов нет, а в другом понятии, в том, что мы не наступаем на территорию другого человека, в этом понятии инклузов, да. То есть мы не пытаемся человека, ну не обязательно унизить, иногда это получается подсознательно, когда мы человека оцениваем, говорим, ты там такой, ты мужчина, ты женщина, но ты только для спальни и не нам с вами там быть, только чисто личное пространство. Но мы сразу даем человеку эйджизм, то есть даем ему сразу место там, бабушка, отойдите, бабушка, давайте помогу. С одной стороны, хорошо помочь, с другой стороны, бабушка. Сразу оценили человека, не даем оценку. Дипломатии, когда мы оценку не даем. Смерть пришла к чему? Смерть пришла тому времени, но история вся брутальная, да? А вы мне скажете, нужно знать историю, но мы уже и так ее хорошо знаем, мы уже и так перемусолили, мы ее так по корточке перемыли, кто знает, кто прав, кто виноват, там в истории, каждый был прав по-своему, в общем ужас. Но некоторые не были правы, там чисто дьявольские силы, там, например, Гитлер, кто-то скажет, Сталин, это не важно, но история это брутальность нашей Земли, это брутальность трехмерного измерения Земли. Почему история, например, я считаю, нужна, но я сейчас не делаю вам лекцию по истории, я говорю, что история это все, что было, мы уже об этом много знаем, если мы будем туда идти назад, и вот это все пытаться понять, мы себе не поможем теперь. Мы раньше могли себе помочь, потому что история, например, 19 века могла помочь истории 20, но люди не воспользовались ею, а сделали еще худшее зло, например, фашизм в 20 веке, да, то есть никто не учился на ошибках прошлого, невозможно, но тем не менее люди могли пробовать, поскольку история была трехмерная, теперь Земля переходит на четвертое измерение, вот смерть третьему измерению, да, я, может, сказала что-то очень резкое, но девочки, мальчики, любимые мои друзья, я вас так люблю, что хочу вам просто говорить правду матку, как говорят, да, смерть третьему измерению, мы не можем уже на той истории научиться, это брутальная история, посмотрите историю католицизма, это отражение другой брутальности, христовые походы, боже мой, эти короли, эти рептилии все, да, и так далее, четвертое измерение, когда каждая звезда, когда нет больше подчиненных и начальников, да, мы переходим в четвертое измерение, да, переходим болезненно, и дипломатия поможет вам перейти, дипломатия того, что я не знаю, как правильно, и чтобы не сделать ошибку, я лучше ничего не скажу, там, о поведении другого человека в очереди, там, еще о чем-то, да, я лучше ничего не скажу, это дипломатия, кто его знает, почему он так поступил, может, у него был тяжелый день, или у нее, ведь опять у нее, у него, у человека, это карта любовь, все делать с любовью, вот так, ну, это Христос сказал, он должен раньше, чем его время на 2000 лет, да, ну, вот, если я не хочу, чтобы со мной, мне сказали там, бабушка, сказали там, старшая моя подруга, с одной стороны, ничего плохого не хотел сказать, но при чем здесь возраст, понимаете, вот, если я хочу с любовью, я раньше тоже говорила, старшая моя подруга, а теперь уже так не говорю, мы все один день только сегодня, здесь и сейчас, да, вот, дипломатия, пришло время дипломатии, и тот, кто перейдет, это первое, что нужно в этот дипломатический век, он, конечно, самый первый возьмет все привилегии четвертого и пятого измерения, все сейчас против инстаграм, там все вот в этих, то есть не каждый собой не является, а инстаграм, как я гомеопат говорю, имеет один плюс, вот один плюс, кресткости как плюс, крест как плюс, а не тяжесть, инстаграм имеет один плюс, если у вас нет социального принятия, если вас, например, гнобили в семье, у вас нелюбимый человек, дети вас не понимают и так далее, сделайте фотки в инстаграм, примените фотошоп, и вы увидите лайки пойдут, и это будет социальное принятие, это просто психотерапия, и будет социальное принятие, и все, только для этого инстаграм хорош, для всего остального он очень плохо, когда мы начинаем сравнивать себя с теми, кто сделали фотошоп, а мы не сделали, это очень плохо, это минус, а вообще в астрологии крест это человек, не минус, и не отдельная палочка, а вот человек прямоходящий и отдыхающий ночью, крест, смерть пришла рептилиям, дипломатия сейчас победит, да, вы скажете, не хочу дать дипломатии, хочу все говорить как есть, это очень хорошо, но то, что для нас, вот наше как есть, то для другого человека может быть абсолютная неправда, то есть мы можем говорить как есть, нужно, speak your voice, говорить вашу правду, speak your truth, нужно, но не про другого, про себя, понимаете, ой, какой расклад, мощный, да, получается, но сейчас такое время мощное, я потом эти карты посмотрю, это карта совета, и так, в вашем окружении, какие люди, какая энергия, давайте я подытожу перед тем, как идти к этим картам, люди, которые вас любят, карта любовь, люди, которые вас не любят, карта смерть, и люди, с которыми вам нужно договориться, то есть дипломатию применить, все, только путем дипломатии, только, и вам в этом поможет энергия оленя, возьму тоже три, пока, там будет видно, и так, что же, что же за энергия вокруг вас, энергия страха, такая, такая карта страха, энергия страха, теперь, вокруг вас, вы очень боитесь, вы боитесь, потому что вас запугали, вас втянули в вот эту навязанную вам игру, вас запугали, понимаете, нельзя бояться два года, это уже не полезный стресс, можно бояться, глаза боятся, руки делают, и тут же делать, но нас обезоружили, нам перекрыли кислород, и мы просто боимся уже очень долго, бояться долго очень вредно, нужно делать, не нужно думать, не нужно бояться, нужно просто делать, дышать, да, делать, дышать, жить, ходить, придумывать себе какие-то темы, для каких-то талантов своих, да, может быть, оторваться от реальности, это такой человек, который отрывается от реальности, да, лучше от этой реальности оторваться от сегодняшней, то есть немножко быть в своем мире, потому что каждый, вообще-то, сейчас так идет, он будет в своем только мире жить, и дипломатия, уважение каждого мира, и тем не менее, не пересечение миров, раньше было пересечение миров, теперь его уже нет, потому что каждый человек осознает, что он звезда, раз в каждом человеке Бог, каждый человек, это не только творение, божественное творение, поэтому вы, это божественное творение, можно немножко оторваться от реальности, вам нужно оторваться от людей, мы спрашиваем, кто в вашем окружении, есть люди, от которых лучше оторваться, потому что они вас пугают, они вас запугивают, они вам навязывают их волю, их правила игры, они делают так, что вы просто не знаете, что делать, вас запугали, что завтра не будет, завтра не будет воздуха бы завтра не будет но ничего микробиологическая такая война происходит да просто не нужно бояться ничего на самом деле война если если мы испугаемся если мы будем пытаться с фражеской силой быть очень близкой от нее нужно защититься вот знаете это космическая такая апсула капсула ваша да это это ваша ваша аура правильно правильно вы сказали и работать еще раз работать карта дев но у нас все в гороскопе все знаки эта карта дев говорит что ну вот жертвоприношение своему своему роду дать сказать что вал я здесь живу рот мне помог воплотиться здесь на этой прекрасной земле кто его знает сколько еще земля будет но знаете по меньшим меркам точно еще будет может быть полмиллиона двести триста тысяч лет точно будет земля точно так что на марс нам еще рановато мы еще хотим на этой красавице земле пожить но вы посмотрите здесь вы работаете и немножко отрываетесь от врагов потому что вашем окружении есть люди которые хотят вас запугать и замучить они они вам абсолютно не нужны такие люди вам не нужны вообще мы можем выбирать нас никто не приговорил с кем разговаривались вещи с кем дружить время пришло вылупиться из этого яйца понимаете скорлупа если она такая которая легко пробиваемая с внешнего мира это закон алхимии то есть если яйцо пробить с внешнего мира но жизнь яйца и умрет весь карта смерть вышла но если яйцу дать возможность созреть изнутри то вылупиться прекрасная жизнь вам нужно вылупиться в прекрасную жизнь и ждать пока пробьют вам скорлупу их их навязанными правилами игры понимаете и до квантовый скачок происходит и при всех потому что вот этот переход это но новые технологии их не избежать их не избежать новые технологии они хорошие да ими пользуются тоже рептилии но это уже их дело новая технология они хорошие есть хорошие плохие хорошие приведут вас к осознанию что квантовый скачок это квантовый кстати компьютер теперь будет уже вот вот уже он рождается да там где мы не будем бояться вот этих кодирования это только это кодирование это же послушать это еще рабо логический строй там кодирование было еще 300 лет назад или или тысячи этого не бойтесь потому что вас не за кодирует если вы не позволите если вы не дадите свое согласие понимаете без согласия никто ничего не сделает вот очень мощная карта абортированных детей сейчас вашем окружении могут быть люди которые это как бы не воплощенная жизни они до инопланетяне они ходят между нами они есть мы просто их не видим они или в параллельной реальности рядом с нами или же они в маске они они другие это не воплощенная реальность это может быть хорошие светлые силы это могут быть посланники света из других галактик которые хотят нам помочь а это могут быть тоже темная сила всевозможные рептилии темных сил видно сразу по их поступкам к светлым силам нужно присматриваться их сразу не видно в вашем пространстве есть люди которые сказали вам что вы в чем-то виноваты вы ни в чем не виноваты ленаты люди которые вас обвиняют и вам навязали какие-то разные роли хотя бы три роли навязали эти роли и навязали какие-то свои правила это могут быть даже домашние кстати рептилии могут быть домашние о да запросто которые навязывают роль вот гирка женщина все сиди и делай знаете как раньше в старинном обряде да да раньше это было буквально 20-30 лет назад а некоторых странах до сих пор в старинном обряде а крещение вернее крещение чего говорю крещение может и крещение тоже потому что здесь крещение до вода бракосочетания то есть это таинство да и в обряде такие слова мужчина говорит love and to cherish to love and to cherish я просто переведу тоже есть у нас в нашем языке но я просто мне на ум пришло это to love and to cherish любить и ценить через как драгоценная моя заботиться но вот это через это это знаешь посвятить себя что ли ну в общем заботиться о тебе то лаван тучи лишь это мужчина говорит в во время бракосочетания до таинства церковные а женщина знаете что говорит женщина должна сказать вот что to love and to cherish and obey obey это подчиниться в семье рептилии о да to love to cherish и подчиниться с любовью подчиниться твоей воле говорит женщина своему мужчине почему некоторые вам скажут что мозг женщины меньше но нету мой мозг больше моего мужа у меня голова намного больше что не знаешь что я умнее он по-своему умная по-своему причем тут размер мозга слоны очень умные но у них мозг намного больше человеческого они умные но не умнее людей наверное да так что не работает это все а ты рептилии которые вас унижают все унижают по месту жительства в семье на работе унижают эти люди есть вашем окружении и нужен квантовый скачок и мне нужно подчиняться и мне нужно подчиняться вот эта карта материнской любви эта карта знаете луны во первых у вас будут перемены нужно поменять свое отношение к себе прежде всего что я делаю то что ну я то вы то что я считаю правильным для себя а другим позволяю делать то что им правильно для них но чтобы они мне не мешали если человек мне мешает то есть его о вас говорю он но мне мне то есть вам вредоносный потому что если мешает блокирует путь ваш что-то человек делает якобы он вам желает добря добра он взял за вас ответственность он якобы знает чего вам нужно сейчас это родители любимый человек да так далее пустая карта митя в вашем окружении есть пустые люди просто пустые люди и почему они занимают место знаете со мной вот что проект проект происходит совсем не так а мне приходит мне руки на плечи на плечи кладет и у другой меня крадет и потом скажите бога ради зачем на плечи руки класть теперь может его не делаем твои руки не должны идти ко мне на плечи если я их не пригласила то у которой я украден в ответ на этот будет красть то есть другими словами что пустые люди в вашем окружении не позволяем их красть нас они не украдут нас если мы им не дадим добро вот какая карта хорошая это вообще да карта очень-очень мощная да она говорит что вот такой близнецовое пламя нужно выбирать себе среду не ту которая вас убивает а то которая вас любит и дипломатия выигрывает вот эта карта очень мощная она говорит что вам по пути но до путь света вам по пути в новое измерение земли вау но это переход это переход в новое измерение где будет все правильно это 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 совсем все по-новому там мы еще не были мы сюда туда сейчас идем и там ясность солнце ясность новое солнце новое солнце то это уран кто не знает по астрологии вау мне сейчас уран в таком положении что до уран в тельце он на материализует реальность новую реальность новое измерение материализует вам куран тельце на земле именно рай на земле это то что сейчас идет рай на земле и вы в этом раю находите то что вы хотите это абсолютно новая жизнь абсолютно не бойтесь ее бойтесь тех тех кто вам внушает страх а я смотрю здесь что посоветуют нам авалон боден тяжесть но тяжесть смерти в вашем окружении сейчас есть люди которые вам вас запугали внушили вам тяжесть тяжесть бытия до нагрузили вас нужно груз снять просто снять protection это протекция то есть кто-то вас спасет вот именно протекция ангелы-хранители ваш род ваши близкие которые с вами мой канал это канал логического логической правды понимаете и мой канал вас спасет запросто я в это верю я бы для этого и делаю это все что теперь вам нужно разгрузить себя разгрузить себя это burden это это напряжение это нагрузка страха разгрузить разгрузите себя только вы можете освободить свою внутренний мир никто другой не может потому что во внутренний мир нельзя никому входить только вам самой разгрузить и тебя скажите я отпускаю я разгружаю разгружаю вот эту карму навязанную мне и все я разгружаю я отпускаю то есть если мы не отпускаем людей которые нам сделали плохо мы как бы хотим чтобы они исправили все и что получается они не могут исправить ну что они могут посылать только плохое и когда мы хотим чтобы они сделали нам хорошо да то есть вернули что-то нам они делают продолжают делать плохое разгрузить это отпустить их сказать идите себе как хотите а я иду там где есть протекция там где и защита я иду в те места и я дружу с теми людьми надеваю ту одежду ем ту еду дышу тем воздухом где я чувствую защиту от от такие места на земле есть очень много но не только на земле но тоже в вашем внутреннем космосе есть такие места есть места страхов а зачем они вам нужны их нужно осветить светом давайте я просуммирую здесь понятно что вы избавляетесь от тех кто вас запугали внушили вам что вас например были абортированные дети в роду или у мамы или у бабушки поэтому у вас кармические узи за узел завязался скажите вы не ответственны за это и узла развязывается есть такие люди у вас которые вас запугивают они есть и у экономики в политике везде сейчас отпускайте это все развязывайте эти узлы и еще есть люди которые тянут вас за собой вот в это третье измерение даже чтобы остаться там потому что они те кто там остаются они конечно хотят за собой нас потянуть но вы выходите на свет это видно в раскладе идите там где любовь и дипломатия где вас любят и вас верят где один плюс один будет не только 2 но и 10 и 30 и 100 понимаете то есть где есть при умножении счастья где есть хорошее самочувствие ощущение что ваша среда во мне враждебное туда идите ну вот как этот канал например моем присутствии присутствии карт можно прекрасно использовать для себя провести досуг и это уже будете отрываться от этого третьего измерения прошлой истории брутальной истории земли она тянет туда они идите туда вот такой расклад я хотела сделать короткий чтобы посмотреть для вас пока вы на бегу может быть отдыхаете или что-то у вас обед или ужин с пользой для себя чтобы вы провели время я вас люблю обожаю желаю вам счастья я знаю что мы еще увидимся вы на моих каналах обязательно получите столько помощи сколько вы картам позволите себе помочь я вас люблю желаю счастья и пока пока мои дорогие до новых встреч